Допустим, скорости, а вот это приоритетность по стоимости, а совокупное значение приоритета – это суммирование тех цифр, которые получились в итоге двух приоритетов. Так что, по существу ответ на вопрос, нельзя разделять приоритеты, соответственно, но что касается по поводу одновременности или неодновременности выполнения приоритетов. Вообще говоря, смотрите, что получается. Первый и второй приоритет нужно делать одновременно. Почему? Потому что линейная планка продукта изменилась или услуги изменилась, вместе с тем одновременно предоставили ориентацию на товары эконом-класса. Значит, первый и второй случаи – диверсификация и приоритетизация – нужно делать, соответственно, одновременно. А вот что касается учет переболонировки и импорт-экспорт в системе ВЭД, ориентация на тенденции – это более затратные и более длительные способы. Этим нужно заниматься тоже параллельно, соответственно, но по плану работы они находятся на месте, которое не носит характер скорой помощи или пожарной команды. Тем более, что учет переболонировки и импорт-экспорт в системе ВЭД и ориентация на тенденции Еврозет в каждой компании, если она, допустим, достаточно грамотно работает на рынке, то эта переболонсировка, она не связана с пандемией. Поэтому первый и второй случаи – это S-SUNE-SPOSABLE как можно скорее, третий и четвертый – более плановая работа, пятый – более плановая работа, расширение динамичного сектора рынка, более плановая работа и так далее, и так далее. То есть тут уже можно планировать работы, но что касается данного вопроса, первый и второй – это одновременные действия, потому что это последствия именно пандемии, это переключение на товары, которые нужны, это переключение на клиента, поскольку происходит, в принципе, объединение населения, объединение из-за того, что многие предприятия перестают работать, и, конечно, нужно это как-то компенсировать. Ну вот на этот вопрос я бы так ответил. Понятно, да, с этим? Хорошо, тогда вернемся в нашу тему. Итак, компании, которые не производят эти товары, должны дефицировать свою деятельность, то есть они должны подумать о том, чтобы, как вот я привел в примере Фаберлик, выпустить продукцию какую-то, которая бы могла соответствовать требованиям ситуации, которая сложилась на сегодняшний день. Но тут надо, конечно, учитывать возможности каждой компании в плане оборудования, обучения персонала и так далее. В этом плане нужно для проведения диверсификации компании, именно вот по сектору, когда компания не готова к этому и должна, в общем-то, придумывать что-то новое, чтобы имело вхождение на рынок, существует четкое и совершенное исследование. Для проведения диверсификации необходимо выполнить 8 пунктов. Проведите сегментацию конкретного рынка, определите, какие сегменты целесообразно рассматривать в качестве целевых, выявите, какие требования целевые потребители определяют продукту, разработайте продукт, оцените позиции конкурирующих продуктов, выберите стратегию, полностью разработайте. По сути, вот эти вот 8 пунктов, они определяют систему маркетинговых исследований, которые связаны с тем, что вы должны вот на данный текущий момент, с учетом ваших возможностей определить тот сектор рынка, где вы будете востребованы и который носит характер, пока в итоге пандемия, характер незаполненности этого сектора. Так что вот это вот четкие рекомендации, 8 пунктов, что нужно исследовать. Без исследований тут как бы никак не обойдешься. Соответственно, для более точного выбора объекта классификации компании можно использовать классификатор товарных групп в системе единых таможенных тарифов. Вот здесь вот я предлагаю следующее. Понимаете, обычно компании вот работают замкнутым, да, и они, ну, как бы вот работают на рынок, на определенный и так далее. А каковы возможности появления нового продукта? В этом плане мы вот на консультациях обычно пользуемся единым таможенным тарифом. Вот здесь вот есть фрагмент, а сам единый таможенный тариф, соответственно, он в развертый виде дает все разделы, где вы можете приложить свои новые усилия, но те усилия, реализация которых возможна вашей компанией. Вот основная мысль, которая заложена в данном слайде. Понятная, да, мысль в принципе? Теперь дальше идем мы. Ну вот, смотрите, предположим, вы решили, что нужно действительно какой-то новый товар, возможности которого в производстве или в услуге у вас имеют место быть, все-таки вывести на рынок, как товар для вас новый. В этом плане существуют, конечно, рекомендации, которые связаны с анкетированием для освоения производства новых товаров. В данном случае я тоже привожу фрагмент по Джону Шрайбфедеру, это фрагмент анкеты для освоения производства новых товаров. То есть идет очень плавный переход. Итак, переход идет от того, что нужно, к тому, как нужно сделать так, чтобы этот товар эффективно был выведен на рынок. Значит, надо учитывать, что есть анкетирование, и вы должны этим материалом, естественно, пользоваться. Теперь следующий момент, который в этом пункте есть – цифровизация. Дело в том, что понятно, что сейчас многие компании уходят на дистанционку. Я взял, разместил характерный слайд, который связан с результатами Московского международного форума 2018 года. И в этом плане… Так, сейчас перезагрузить страницу, ничего не слышно. Это плохо, что не слышно. У меня тут все в порядке, вообще-то говоря. Надо тогда… Ну, всем не слышно. Все слышно. Отлично. Все отлично. Вот. Вот этот слайд показывает возможности цифровизации управления и дистанционного управления технологическими какими-то процессами или процессами, которые, допустим, связаны с тем, что вы можете сидеть дома и управлять компанией. И вот этот вот международный форум – это очень важный момент. Он акцентирует внимание на том, что вся цифровизация, она опирается на процессы. А без процессов возникает тезис – невозможно автоматизировать то, чего нет. Этот форум констатировал факт, что в большинстве компаний процессы недокументированы, хаотичны, меняются спонтанно, непрозрачная структура документа оборота, длина координация, там никто не отвечает за конечные результаты и так далее. То есть в системе процессного управления, вообще говоря, преимущественно творится хаос. Но для того, чтобы управлять этими процессами дистанционно, этот хаос необходимо ликвидировать. Потому что без ликвидации данного хаоса вы не сможете дистанционно управлять теми процессами, которые не будут иметь четко определенных контрольных точек, точек управления, и это необходимо. Поэтому вот здесь, на этом слайде, условия необходимы для системы цифровизации дистанционного управления. Это выделение контрольных точек и точек управления на основе системы процессного управления и IT-технологий. Презентацию получить можно, конечно, мы уже договорились на эту тему. Причем вот интересно здесь, знаете что, даже вот здесь вот в виде юмора, который я обычно применяю на своих занятиях, и по результатам этого международного форума даже прозвучали знаменитые цитаты Хаммера и Чапи, в инжиниринге корпораций, мы, по сути, находимся в этой зоне. Автоматизация существующих бизнес-процессов аналогична мощению коровьих троп. То есть это, конечно, юмор, но юмор, который говорит о многом. Предположим, вы имеете стадо коров, или там баранов, или какого-то там еще, какой-то категории животных, и вам нужно гнать их от дома на пастбище. У вас два варианта событий, или развития событий, если вы хотите, чтобы это стадо шло по мощению. Первое – это из своих собственных соображений взять и замостить ту дорогу, по которой вы думаете, что они пойдут. А пойдут они по этой дороге или нет? Нет, возможно, не пойдут. Поэтому надо дать ей протоптать дорожку в виде системы процессового управления, и потом ее замостить. Ну, вот такая шутка, она вообще о многом говорит. В этом плане, конечно, вот на следующем слайде я специально привел только один пример. Это знаменитая фирма Deloitte Tours Tomasui Limited, где как раз прописана, например, оптимизация рабочего капитала, оптимизация логистической цепи, оптимизация поставок, управление рисками. Это те процессы, оптимизация портфеля продукции, закупок, отношения с поставщиками. Это именно те процессы, которые, если вы хотите их реализовать в виде дистанционного управления, должны иметь, соответственно, не характеристики, которые констатировал вот этот международный форум, а, соответственно, вы должны привести их в порядок, вы должны сделать какие-то документированные процедуры, которые позволят выделить контрольные точки и точки управления, и тогда, возможно, дистанционное управление этими моментами. Вот такая вот история по этому блоку. Итак, смотрите, подводя небольшой итог, мы с вами посмотрели в период кризиса, что нужно делать. Это, во-первых, выбор области приложения усилий, и, возможно, это будет новая область для вас. Кроме того, перейти на дистанционку за счет приведения в порядок тех процессов с выделением нужных контрольных точек. И, таким образом, вот это блок, который, собственно, очень важен, и он у нас носит характер блока по существу номер один. Понятно, да, с этим? Так, если процессов не было в моменте, то фавиация не поможет. Понимаете, если процессов не было в помине, но процессы были, они просто не формализованы до нужной степени. Вы знаете, я вам скажу, что вот я тут был на форуме в прошлом году айтишников, айти-специалистов, и у генерального директора ИС.2, ну, это довольно известная компания, он сказал так, слушайте, уважаемые коллеги, если у вас в компании бардак с процессами, и вы купили нашу систему автоматизации, то у вас будет автоматизированный бардак. То есть в этом плане вот как раз пирамида выхода на цифровые технологии и технологии управления, она как раз предполагает приведение в порядок процессов, появление контрольных точек и точек управления, и в этом плане вы идёте на дистанционку, или даже если это спокойный не антикризисный период, переходите на очень хорошую IT-технологию, которая связана с тем, что информация о состоянии точек процессов, информация о состоянии и проблемах в этих процессах, она очень простым путём идёт куда? К управляющим, а это то, что надо, да, это то, что надо. Так, идём дальше пока, хорошо. Следующий момент, о котором я хотел рассказать вам, кстати говоря, вот первый блок, который мы с вами сейчас проговорили, он для понятийной информации, он наиболее, ну я бы сказал, даже довольно тяжёлый. Следующий блок по ориентациям товара эконом-класса, включая введение системы курьерской доставки на основе сегментации рынка. Ну, этот блок, он попроще немножко, и вот здесь вот тоже есть вот такая вот диаграмма, которая очень хорошо показывает, что вообще в мире происходит на эту тему. Значит, ввиду того, что происходит обеднение населения, из-за того, что многие люди лишились работы, вот здесь очень красочно это показано в виде пустого кармана, соответственно, происходит перебалансировка покупательской способности народного населения. Отсюда делаем вывод, что товары и услуги класса ВИП, они сокращаются невольно, это объективный процесс, и нужно делать всё больше и больше акцента на товары и услуги эконом-класса. При этом вот те компании, которые производят продукцию производства на назначение, эта область должна быть стабилизирована по качеству, мы её не должны трогать, потому что это как раз та область, которая определяет качество выпуска продукции. Вот такая вот история. Следующий момент, который я хотел бы немножечко раскрыть, это уже третий у нас, это расширение сбыта, включая методы франчайзинга. Ну, франчайзинг – это вынос собственного производства или делегирование своих собственных каких-то моментов, ну, соответственно, на периферию, в регионы, в страны, единого таможенного пространства, возможно, это Еврозес тоже и так далее. Здесь очень простая схема – это товарный, промышленный, сервисный и деловой франчайзинг. Тут вопросов не должно быть. Следующий момент – учёт перебалансировки и импорт-экспорт в системе ВЭД как результат санкционных мер. Ну, здесь эта вещь известная. Вот здесь я привожу, например, для Российской Федерации структура экспорта до и после введения санкций, структура импорта России до и после введения санкций. Следующий блок – это, соответственно, Казахстан, структура экспорта Казахстана, структура импорта Казахстана. Вот это важные моменты, в каком плане я немножко повторю то, что я говорил во введении. Итак, предположим, у нас есть граница взаимодействия с странами, партнёрами и так далее, и так далее. В итоге санкционных мер в системе внешнеэкономической деятельности наступает момент перебалансировки потоков, которые идут в страну и которые идут из страны наружу. Если у вас происходит снижение потоков в страну, то это значит, что происходит освобождение секторов, которые вы можете занять. Если же потоки идут изнутри страны вовне, то в этом случае надо же куда-то девать товар, и конкуренция в этой области ужесточается, значит, надо уходить из этой области. Вот это основные моменты, о которых я хотел здесь сказать по поводу перебалансировки. Следующий момент – ориентация НДС и ВРАЗС. Ну, здесь довольно просто, и многие этим занимаются. Это необходимо отследить динамику по профилю вашей компании. Здесь есть и графики падения уровня экспорта, и падения уровня импорта. И вот здесь вот тоже, в общем, идет некое колебание или тенденции, которые должны отслеживать в каждой компании с помощью маркетинговых исследований, безусловно. И, в общем, это как бы закон жанра. Это еще одно следующее мероприятие, в общем-то, понятное. В следующий момент все более затратный, и по скорости воздействие имеет определенные тормоза. Это снижение затрат по сектору несоответствия и эффективное решение проблем на основе системы Кайзер. Я не слишком быстро говорю. По-моему, ВИП-товары будут уменьшаться физическим или денежным исчислением доли ВИП-товаров. Вот смотрите, дело в том, что те потребители, которые раньше брали товары в системе ВИП, они уже не могут это сделать, а значит, происходит в плане выручки из этого сектора ее падение. А если падение выручки происходит, то это, естественно, приводит к снижению уровня эффективности работы компании, вплоть до гибели компании. Так что здесь надо, конечно, прибегать к системе финансовых показателей, я бы сказал вот так, в ответ на этот вопрос. Итак, если с этим понятно, я вот, да, ну и то, и другое, да, физическом и денежном, то есть это вещи взаимосвязанные, совершенно правильно, кто жанат сказал. Дальше следующий момент, о котором я хочу тоже сказать. Ну, вы чувствуете, что я как бы осуждаю по каждому сектору на достаточно верхнем уровне. Достаточно верхнем уровне. Итак, снижение затрат по сектору несоответствует, эффективное решение проблем на основе системы Кайза. Посмотрим. В этом плане, вот здесь вы видите на этом рисунке, пирамиду, знаменитую по Шутмиллеру. Это американский подход, который говорит о том, что если есть отказ, то вы начинаете бороться с этим отказом или каким-то негативом за счет мер по оценке того, что произошло внизу пирамиды и с целью предупреждения этого явления. Это логика здравого смысла. Но если учитывать баланс зарад между низом и верхом данной пирамиды, то в этом случае вы увидите довольно интересную картинку, которая связана с тем, что есть экстремальные суммарные затраты или минимизация затрат. В этом плане и Европа, и Соединенные Штаты Америки, они используют так называемые нормативные модели, которые опускают или производственные компании, или компании по оказанию услуг в экстремум, то есть в нижнюю точку с учетом суммарных затрат, с учетом баланса затрат между теми ущербами, которые вы имеете, и стоимостью борьбы с этими ущербами. Вот это очень важный момент, который нужно учитывать. Отсюда возникает, соответственно, целая циклика, которая связана именно с тем, что опускание в этот экстремум – это вещь очень необходимая. Понятное дело, что если вы имеете низ пирамиды в виде каких-то недостатков, проблем, слишком быстро я чувствую, недостатков, проблем и так далее, то в этом плане, конечно, выход на коренные причины проблем и лечения связан с системой Кайзен. Система Кайзен. Вот здесь вы видите циклику работы в системе Кайзен, потому что мы, например, у себя в центре, и вообще на своих семинарах в ЭТРАО, в Алматы, я всегда рассказываю об этом. Если есть проблемы, то идет сортировка, разделение по четырем блокам Нордона Каплана, финансовое, клиентоориентированные процессы и, соответственно, персонал, дальше объединение в группы и так далее, и дальше система Кайзен, выделение 20% по каждой группе и выход на ГЭМБА, то есть на то место, которое связано с проблемой. И тогда вы грамотно очень, соответственно, формируете предупредительные меры на основе выделенных коренных проблем и корректирующих мероприятий, которые, в общем-то, гасят проблемную ситуацию. Вот такой тоже короткий, но это сложно. Сюда же относится система знаменитая Total Productive Maintenance. Вот здесь вот слайд вы видите. Это система на основе системы конкурентного превосходства компании United Technologies, где я работал 10 лет. Здесь C-Carrie, Ergumilton, Sunstrand, Totis, фирма знаменитая, про Туитни и Сикорский компания. И система TPM, она, соответственно, применяется широко, развивается в Российской Федерации. У вас тоже, когда я вот от Ирао читал лекции, я всегда это говорил. TPM-система, вот это вот, почему она имеет место быть? Ситуация очень простая. Она связана с тем, что, например, вам поставляют какое-то оборудование на основе тех граничных условий, которые производитель оборудования считает, будут важной компанией. Но не тут-то было. Имеет место реальные граничные условия, которые нарушают работу оборудования, эффективная работа оборудования падает. И, соответственно, для того, чтобы восстановить ситуацию до норматива эффективной работы, существует, соответственно, идея, сделая проблемное состояние заметным. Это означает, что нужны превентивные меры, которые бы, соответственно, нам говорили о том, что отказ оборудования будет, но еще не произошел. Вот это смысл TPM. В этом плане международная практика доказывает, что оборудование с TPM, оно имеет верхнюю кривую, когда вот эта разница между зеленой зоной и красной зоной, она как раз образует и излишние затраты по обслуживанию оборудования. Это система TPM. Конечно, в своей практике нельзя обойтись без системы 5С, которая и у нас, и в Белоруссии, и у вас тоже она входит в разряд необходимых действий. И вот здесь вот тоже это, в общем-то, антикризисная мера, но она находится по линейке быстроты воздействия и стоимости не в начале нашей шкалы приоритетов, но тем не менее она тоже должна быть реализована. То есть вот эти 12 – это тот комплекс, который позволяет или позволит любой компании выйти на очень хороший уровень эффективности и результативности работы. По сути, вот этот обзор из 12 принципов вы можете взять, использовать, и вы увидите, что произойдет через время, быстрое, среднее и длительное. Ну, система 5С – это известная система. Я тоже представил это на основе системы конкурентного превосходства компании United Technologies. Значит, она основана на формуле знаменитой Курта Левина. Но при этом нужно иметь в виду, что система 5С, она связана как элемент, и только как элемент, с достижением чувства обновленности при выходе на рабочее место. Это доказали исследования в Хоттерне. Вот здесь вот, вы понимаете, в чем собака, извините, зарыта? Она зарыта в том, что на подсознательный уровень воздействует хаос, цветовая гамма, условия работы и так далее, и так далее. И вот работодатели должны быть заинтересованы в том, чтобы вот это воздействие на подсознательный уровень, оно было нейтрализовано разными мероприятиями. Вот смотрите, основным условием новых 5С является человеческое сознание, которое испытывает чувство обновленности от первых впечатлений при входе на рабочее место. Это означает, что задача, которую делает система, кроме, конечно, эффективного поиска ключа на 17, эта задача заключается в снятии стереотипа поведения при выходе на рабочее место. Это очень важный момент. Человек превращается в человека предприятия. А если он превратился в человека предприятия, значит, он будет хорошо работать, он не будет давать брак, он будет внимательным, он будет жить интересами предприятия. Вот это нужно иметь в виду, потому что у нас в России, в общем-то, делается ошибка относительное упование только на систему 5С. А вот если посмотреть работу Мэйя, человек в индустриальной цивилизации, которая возникла в 1933 году, там предполагается, что система 5С – это только элемент комплексного воздействия на подкорку человека, на подсознательный уровень. Вот это тоже нужно иметь в виду, и вот я об этом тоже говорю. Ну, собственно, сама система 5С, она состоит в том, что формируются рабочие группы, там они делают съемку, потом они просматривают фото-видеоматериалы. Есть полный цикл системы 5С, который я, в общем-то, даю в развертых курсах. И вот эта группа, которая просматривает фото-видеоматериалы, она, условно говоря, одевает на себя четыре шапки. Это менеджеры предприятия, новые клиенты, поставщики, работники только что нанятые для работы здесь. Дальше делается сортировка красной ярлыки, которая предполагает, соответственно, то, что имеет красные ярлыки, это то, что более года или около года не использовались, это надо убрать из-за рабочей зоны. Значит, то, что нужно каждый день, это центр рабочей зоны, а то, что нужно в неделю, в месяц, это в окружении. Мы провели очень много сессий, кстати, для 5С. Последняя удачная сессия была у нас, знаете, где? На Йошкаролинском мясокомбинате. Это фирма Йола знаменитая. Это промышленный комплекс. И, в общем, результат был просто замечательный. Причем люди настолько, им надоел бардак, извините, на рабочем месте, что они за это схватились, с большим энтузиазмом, повели в порядок систему технического обслуживания, систему финансового обслуживания и склад логистики. Так что вот это система 5С. Ну, вот здесь вы видите, например, фирму Сикорского, знаменитую вертолетную компанию. Это было, это стало. То есть вот этот коридор с плакатами, он как бы обновляет душу человека, заставляя его становиться человеком компании. В отличие от хаоса, который наблюдается в цехе. Или вот здесь вот тоже, например, слева это то, что было, справа это то, что сейчас. Это тоже фирма Сикорского. Это та фирма, где я вот работал в UTC около 10 лет. Вот такая вот история интересная. Следующий момент. Переоритация изотап на сектор максимальной выручки Папалета по результатам ABC-анализа. Ну, эта ситуация простая, потому что Вильфреда Папалета это янский экономист и социолог. Он сделал диаграмму Папалета и возник закон 80-20. Этот закон 80-20, он используется в виде антикризисных мер. Например, вложенные средства, отдача 80. Значит, 80% вложенных средств нужно снижать по расходной составляющей, потому что они дают всего 20% отдачи. Это вот Папалета. На основе Папалета существует известная вещь, которая называется ABC-анализ, кумулятивная кривая или кривая Лоренса. И вот эта вот отдача, вложенные средства, вот эта та зона, которая носит характер антикризисных мероприятий, соответственно. Теперь дальше. Эффективность работы на основе снижения затрат по секторам операционных управляющих процессов. Но здесь ситуация тоже несложная. Здесь мы всегда даем японский подход, который связан с всегда по строению карты текущего и переходом к строению карты будущего состояния. Вот это вот Япония, а вот это United Technologies. Текущее состояние, целевое состояние и решение проблем исходного состояния. Тут, конечно, это достаточно длительный цикл, который находится в зоне влияния и со серии 9000. Это международный стандарт системы менеджмента качества. Причем вот ложное представление, это наивное заблуждение верхушки управленческой, которая думает, что у них в голове есть то, что позволяет давать рекомендации для процессов. Отсюда, соответственно, мировая практика говорит о том, что верхушка должна делегировать полномочия кому? Теми, кто? Тем людям, которые занимаются процессами. Возникает фигура собственника или владельца процесса и, соответственно, эта фигура владельца или собственника уже отвечает за состояние процесса. Причем текущее состояние мы обычно делаем в виде кросс-функциональной диаграммы. Я не зря привел. Здесь «Газпром» довольно интересная работа была. Этот «Газпром» определил проблемы текущего состояния. Затем, соответственно, проблемы были решены. И посмотрите результат. В текущее состояние максимальное время выполнения 23 дня, а целевое – 3 дня. То есть какая экономия и ресурс? Просто колоссальная. Потому что исчез хаос, исчезли вот эти вот межфункциональные пересечения и так далее. И в этом плане, конечно, результат просто потрясающий. А что касается владельца или собственника, он является интегратором. И это тоже международная практика, которая переводит функциональные интересы в корпоративные интересы за счет интеграции частей или кусков процесса с целью оптимизации этих кусков, как на вот этой зеленой диаграмме видно. Ну, нам осталось не так и много. Диджитал-аналитика. Ситуация простая. Это, вообще-то, новинка, вот которой мы сейчас занимаемся с Казанью. И эта новинка заключается в том, что диджитал-аналитика, она по своей сути, по своей сути, она связана с цифровизацией личного дела кандидата с целью предотвращения его увольнения за счет той информации, которая очень точно определяет его состояние, структурирует эту информацию, анкетирование резюме. Вообще, конечно, у многих душа сопротивляется этому. Это считается, что, ну, вот обнажение сотрудника, но, с другой стороны, вы с вами понимаете, что текучка кадров, она носит характер, в общем-то, довольно сильного ущерба, на самом деле. Ну, вот здесь вот прозрачная картина по замещению тоже, система удержания перспективы и карьерного роста, или, например, система удержания по договору на солевое обучение. То есть удержание, которое предшествует текучке кадров и увольнению. То есть ситуация, в принципе, простая. Ну, и сектор стабильного клиента по XYZ-анализу тоже известная вещь. Мы уже подходим, как бы, к концу нашего занятия, надеюсь, интересного. XYZ-анализ. Дело в том, что, вот, например, если взять вашу продукцию, то в этом случае вы можете обнаружить, что часть клиентов ее берут все время, часть клиентов не берут все время, но берут, тем не менее, а часть клиентов носят случайный характер. Понятно, что в антикризисной зоне надо ликвидировать те вещи, которые носят характер необязательного распространения или сбыта вашей продукции. Отсюда идет ориентация на стабильного клиента. А как определить стабильного клиента? Ну, это делали мы сотни раз. Это делает XYZ-анализ. Вот здесь есть выражение, еще есть средне-квадратичное отклонение, которое четко выявит по коэффициенту вариации ню, какая зона является стабильной. Значит, это зона, которая связана с тем, что идет стабильное распространение вашей продукции и, в общем-то, это зона удержания или якорная зона. Значит, ее надо, а что касается ZY, то в кризисный период возможно, это нужно элиминировать. Причем, вот смотрите, вот этот очень известный график, область оптимального использует децентрализованную систему управления или, соответственно, это зона, которая связана с зоной Z и Y, а что касается зоны X, это высокая стабильность рынка, большие сезонные вечные колебания и так далее. То есть, это целое пространство, которое, в общем-то, связано с системой производства планирования. Вот тут я хочу поделиться интересным моментом с вами, который, в общем-то, наработан в нашем центре довольно серьезно, потому что мы, в общем-то, взяли, сделали X, Y, Z анализ, выявили людей или клиентов, которые связаны с стабильным спросом, но мы запланировали отпуск товара этим клиентам с разрывами. Эти разрывы будут заполняться вариациями спроса, это зона Y, и окончательно разрывы будут заполняться спонтанным спросом или случайным. Таким образом, вот эта система, она не позволяет нарушить систему производственного планирования, которая работает на стабильный рынок. Вот такая вот интересная история. Ну, с этим также связаны использования сразу, и этой, и этой кривой, когда появляются якорные клиенты, дают максимальную выручку, и которые стабильные. Значит, задача маркетологов это перевести клиентов, которые нестабильные, дают минимальную выручку в зону якорных клиентов, выяснить, кто мешает, что мешает, почему мешает, и так далее. То есть, вот это, по сути, такая вот история. И нам осталось еще расширение динамичного сектора рынка, или система Just-in-Time. Ну, здесь тоже ситуация, в общем-то, простая, и в этом плане мы используем принцип, который называется принцип двойственности по ООКе. Дело в том, что существует система централизованного подхода и децентрализованного подхода к информации. Отсюда, соответственно, возникают пирамиды стабильного выхода на рынок и нестабильного выхода на рынок. Кстати, как Форд определил стабильный рынок, очень забавно. Основу рынка массового спроса в связи к шутливой рекламе Генри Форда. Фирма Форд может показать автомобиль по желанию заказчика в любой цвет, если этот цвет черный. Не хочешь не бери, возьмут другие. Это признак выталкивающей стратегии. А японцы ориентируются на каждого конкретного потребителя. Мы можем сделать такой автомобиль, какой вы хотите, а не ставить себя на место. Соответственно, тут же возникает вопрос, как завернуть динамичный рынок отсюда. Это носит характер длительного воздействия на компанию, который приводит к тому, что вы начинаете осваивать не только стабильный рынок, но еще и, соответственно, рынок динамичный. Вот это возможность, которую многие компании, к сожалению, упускают. А нужно ее не упускать, а в длитной перспективе планировать этот момент. И, опять же, используется X и Z анализ. И, опять же, используется диаграмма, о которой мы уже с вами по сути говорили. При этом элементы централизованного управления центральный плановый отдел, а элементы соответственно динамичные плановый отдел на цеховом уровне. Ну, это классика фирмы Toyota. Ну, соответственно, в системе Just-in-Time это Kanban система, о которой многие знают. и эта система Kanban, она носит петлевой характер и дает, соответственно, очень хороший результат по освоению рынка сбыта этой продукции. Ну, вот, по сути, мы с вами и все. Как бы немножко, конечно, это было голопом по Европам, но у нас был час, мы потратили где-то час пятнадцать, и в этом плане можно подвести небольшие итоги. Итак, если есть вопросы по темам, значит, и так, еще раз я хочу сказать, что, во-первых, эта презентация, которую вы увидели, она будет у каждого из вас. Мы так договорились, это нормальное явление. Понятное дело, что, если вы заинтересуетесь какой-то частью в более разъемном состоянии, это договоренность уже с нашими алматинцами, это Алматинский университет, это возможный вариант, но я вам скажу, что тут, вот здесь двенадцать постановок задачи, а постановка задачи это вещь, которая дает правильный путь к решению этих задач, и без хорошей постановки задачи, как правило, это нереализуемо. У меня все в принципе, мы все двенадцать принципов посмотрели. Материал непростой, естественно. Еще раз я хочу подчеркнуть, что этот материал является сборным или выборкой из стратегии операционного менеджмента, логистики и проектного управления. Приоритетность в общем-то понятна, она вызывала у нас вопросы, но сейчас будто бы вопросов у нас нет по приоритетам. Кстати говоря, приоритетность вы можете корректировать и сами в зависимости от ваших возможностей и ресурсов. Так что вот, уважаемые коллеги, если вопросов нет, то тогда успехов. Все, обзорная лекция завершена. по поводу кризиса, ну, вы знаете, здесь вот какая вещь. Вот, если следить, допустим, историю снятия пандемии и ограничений в западных странах, то они сейчас уже происходят. Кстати говоря, у вас в Казахстане тоже, я посмотрел, у вас сейчас открываются возможности для восстановления нормальной работы предприятия. Но, что касается вот Российской Федерации, я думаю, что июнь-июль еще, к сожалению, мы будем иметь некоторые ограничения по тем производствам, которые носят массовые характеры, которые будут связаны с риском заражения друг друга вот этим несчастным вирусом. Но, правда, здесь есть двойственность вообще, я должен честно сказать вам, почему? Потому что очень многие информационные источники не говорят о сравнении этой пандемии с, допустим, с гриппом, количество смертных случаев, если статистику сравнить, то при эпидемии гриппа она, возможно, даже выше, чем при коронавирусе. Отсюда это наводит на некоторые размышления, связанные с тем, что кто-то повернул рычаг, который усиливает значимость данной пандемии. Но тут, видите, есть неопределенность именно в информационных источниках. Так что, ну, у нас это, я надеюсь, в июне уже будет идти к финишу, и это будет хорошо. Так, еще вопросы? Ну, тут спасибо, спасибо, все, много ценной информации. Ну, по-моему, все довольны, можно на этом завершить наше занятие. Так, Сания, где вы? Вопросов, я так поняла, больше нету, да? Да, мы закончили, да, благодарим за внимание, все хорошо. Благодарим. Спасибо. Благодарим за внимание всех участников, благодарим нашего прекрасного спикера, всем спасибо, что уделили время, что были с нами, презентации сегодня обязательно всем вышли, спасибо вам еще раз, присоединяйтесь к нашим вебинарам, мы будем очень рады. Хорошего вечера всем, до свидания. Всего хорошего, до свидания, успехов! Субтитры сделал DimaTorzok